Мне кажется, что самыми показательными На моё воспоминание Самыми показательными были выборы Мэрские 13-го года, где участвовал Навальный Кстати сказать Мы тогда, вот Русью сидящей Обеспечили наблюдение везде, во всех тюрьмах Московских, во всех СИЗО Кроме бутырки Нам то ли не хватило наблюдателей То ли там кто-то заболел, не помню В общем, везде были, а там не было Результат был шикарный Вот там, где были наблюдатели Там был результат порядка 30% А в бутырке 99% за Собянина Вот всё прямо Вот СИЗО рядом Ещё Выборы красивые были В тюрьмах Это были выборы 12-го года Где Прохоров участвовал Там просто многие заключённые Я видела потом Избирательные бюллетени Они Собственно, даже оставляли свои комментарии В строчках, почему они проголосовали за Прохорова Типа, деньги есть, уже воровать не будет Или рисовали В клеточке знак доллара Голосую за Прохорова Ну и всегда Всегда, всегда, всегда Когда голосуют за Путина Когда только за Путина Обычно тоже есть Очень-очень подробная запись Не просто голоска за Путина А камера номер 149 Иванов Иван Иванович Ни в чём не виноват Или там раскаиваюсь Или обращаюсь только за вас И там Владимир Владимирович Вот там с подробностями Ну, в общем, нет То есть, они прямо письма пишут буквально А, да-да-да Голосование в тюрьме Вещь такая Не принимают обычно участие Ну, Влад Комитет Им не положено А так все остальные Для них же это движуха Для людей это движуха Возможность Переглянуться Пообщаться Что-то новенькое посмотреть Поэтому, когда заводят Обычно Несколько заключённых Ну, два-три Да, в избирательный участок Они подолгую Стоят, читают биографии Значит, у всех кандидатов Понимательно изучают Задают вопросы наблюдателям Скажите, пожалуйста А вот этот кандидат А как вы? Я не имею права вам подсказывать Но вот, например Вот он с высшим образованием А тут, например Докторская диссертация Ну, это вы там Сами смотрите, как хотите А вот Когда вы думаете, он хороший Вот этот к женщинам приставал Вот этот Кто-то там ещё говорит, что Господи, безоборот Не могут такой договорить, конечно Но, конечно, очень хочется А почему Влад Комитет Как ты сказала Извини, я на этом как-то Застрела во внимание Почему им не принято голосовать? Ну, не принято нельзя Они не имеют дела с государством И никак государство Не поддерживают ни в чём И, в принципе, консервативный Классический такой Блатной устав Да Воровские законы Они вообще подразумевают Так же, что Заключённые не воюют Им нельзя воевать А то есть заставить их Бояться Или просто Ну, почему их никто Не заставляет пойти И проголосовать всё равно За Путина? Ну, заставлять не будут Они и так вообще-то Ходят с удовольствием Голосовать А Влад Комитет Не голосуют Ну, подумаешь Ну, 300 человек На тюрьму Господи Ну, то есть они Все Просто непонятно Почему их всё равно Не трогают Нет, ну, они Погода не сделают В конце концов Ну, за них закинут бюллетени Это же полностью Закрытая структура А сотрудники? Ну, то есть им как-то Вот им всем говорят чётко Вы должны проголосовать Так, и кто-то Тоже наблюдает За тем, кто идёт Или, может быть Ну, не знаю Как они голосуют Сотрудники, кто на работе Я же никогда не наблюдала Трёхдневные выборы И возможно, что сотрудники Давно-давно проголосовали Электронно Или они пошли вчера Голосовать с тройными рядами По месту прописки Или по месту службы А когда было нормальное Однодневное голосование То голосовали всегда С раннего утра Сотрудники, у которых Смена сегодня Либо заканчивается Либо начинается Они приходят Они тут же голосуют Сначала сотрудники Или они приходят Потом, в течение дня Но сотрудников Обычно в воскресенье Не очень много По сравнению с усуждёнными Ну да, приходят Голосуют тоже На участке Всё нормально Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok